добрый день дорогие зрители мы все знаем такую пословицу что мы то что мы едим и я посвятил очень много видео пользе и вреде продукта многие из вас удивились тому что я рассказывала и конечно же самые обычные популярные продукты для некоторых из вас могут быть губительны да да я говорю не просто такое страшное слово потому что послушайте только то что хочу я сегодня рассказать вам как вы можете помочь своему здоровью отказавшись от обычной каш и уже медики назвали эти продукты которые мы с вами должны исключить из своего рациона прежде всего мы поговорим конечно же о манной крупе конечно же каша знакома нам из детства и кажется что же мне может быть плохого но в последнее время все чаще ставится под сомнение каши манны первое что хочу обратить внимание это о плюсах каши манны главное из них это обволакивающие действия продукта каша на воде показана всем у кого нарушено пищеварение манка снимает спазмы легко усваивается но все же вводить блюдо в свой рацион особенно увлекаться им не стоит во-первых манная каша это пустой продукт она практически не содержит полезной клетчатки уступает другим кашам по пищевой ценности она относится к быстрому углеводам вы очень быстро наберете вес если увлекаетесь и во вторых манке содержится фитин это соль которая мешает усвоению кальция и третий аргумент против это знакомых последнее время всем нам глютен способны вызвать аллергию и нарушить пищеварение даже у здорового взрослого человека не говоря уже о детях манку не рекомендуют врачи использовать для малышей в качестве прикорма до года лучше отдавать предпочтение другим видам каши и даже взрослым уже женщинам и мужчинам конечно же кашей манной увлекаться нельзя но конечно пару раз в неделю это оптимальная чистота когда вы можете покушать или ребенка своего покормить особенно если ребенок болеет плохо себя чувствует или у него недобор веса но еще раз обращаю внимание что как таковая манка бесполезная каша обратите на это внимание второе место досталось рису но речь идет только о шлифованной белой крупе все прочие сорта риса являются полезными дело в том что во время шлифовки рис теряет фактически все витамины но при этом остается большой объем крахмала который нежелателен для нашего здоровья вы перите другие виды риса а их известно более 20 видов и вы получите пользу от применения этой каши для своего здоровья прежде всего рис выходит из гармонизма лишний натрий мы его получаем в избытке с поваренной солью а когда выходит натрий выходит и лишняя вода поэтому рис очень полезен для обмена веществ и для похудения используют его при заболеваниях почек и мочеполовой системы кушает рис все в диетическом питании если вы больны гипертонией употребление риса укрепляет центральную нервную систему он содержит много витаминов группы b и в рисе содержится лицетин который улучшает состояние клеток мозга калий которого в рисе тоже много улучшает работу сердечной мышцы и состояние сердечно-сосудистой системы в целом рис выводит из организма токсины помогает чистки организма и и он полезен при гастритах с повышенной кислотностью язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки но крахмал который находится в рисе считается стойким он попадает в кишечник почти в неизменной форме и создает благоприятную среду для роста и развития и здоровой кишечной флоры поэтому при дизентерии и других кишечных инфекций очень эффективен обычный отвар риса он оказывает обволакивающие мочегонное действие при врожденной склонности к запорам любой рис надо кушать с осторожностью и не очень часто вы удивитесь но рис нельзя комбинировать с цитрусовыми они как антагонисты конечно же недоваренный рис тем более неблагоприятен для людей с чувствительным желудком и кишечника поэтому выбирая диеты основанные на рисе нужно учитывать что разные сорта риса имеют различную калорийность и по-разному влияют на наш организм в сухом виде у риса считается больше калорий чем в готовом блюде поэтому если вы переходите на какую-либо диету обратите на это внимание но кушать его часто нельзя когда у вас наблюдаются колики это опасно и еще одно свойство риса вас может насторожить это относится к мужскому здоровью чрезмерное употребление риса может снизить половую потенцию также обратите внимание что в рисе содержится и часть вредных веществ примеру фитиновая кислота которая мешает нормальному усвоению кальция и железа при регулярном употреблении риса кроме всего возможно развитие и сердечно-сосудистых недугов сахарного диабета и других неприятных болезней поэтому отдавайте предпочтение коричневому рису который подвергается незначительной очистки и рис часто перед транспортировкой обрабатывается синтетическими веществами которые защищают рис от вредителей дают такой внешний блеск красивый и улучшает вкус риса поэтому обязательно надо следить за производителем чтобы выбрать полезный рис и не стоит долго употреблять эту кашу как монопродукт так как это может привести к различным проблемам со здоровьем и в последнее время врачи отнесли овсянку к опасным продуктам для некоторых людей конечно же овсянка всегда считается прежде всего натуральным продуктом нам кажется она не имеет противопоказания овсянка гипоаллергенный продукт ее используют даже при первом при корме для младенца но несмотря на это существует уже большой процент людей у которых наблюдается индивидуальные аллергические реакции на вес что тоже относится к противопоказаниям но я хочу обратить внимание моих дорогих зрителей на то что все зерновые крупы каши которые вам предлагают магазине просто обрабатываются большим количеством герпицитом во время выращивания они накапливают нитраты и может не сама овсянка вам давать проблемы со здоровьем или любой другой вид каши а накопление в них нитратах даже при хранении круг идет обработка синтетическими веществами которые в общем-то накапливаются там и накапливаться нашем организме но мы должны серьезно относиться к рекомендациям врачей и последним исследованиям почему же овсянка сейчас настораживает диетологов и уже не относится к рекомендованным кашам дело в том что в овсянке содержится большое количество глютена это вещество белок растительный белок который находится в злаковых культура который не усваивается в тонком кишечнике он не усваивает организм эти белки и злаковых культур что вызывает интоксикацию организма и ухудшение общего самочувствия глютен это своего рода такое обволакивающее вещество которое не дает потом вашему организму правильно работать и действительно такой как туман в организме образовывается я конечно утрирую но если вы заинтересуетесь проблемой глютена вы будете знать что к таким продуктам относятся пшеница рожь и вот в этом ряду стоит овсянка поэтому казалось бы такой легко освояемый продукт который нам легко утром сварить покушать действительно это благоприятно для нашего здоровья и овсянка считается женской кашей но и для мужчины она всегда была полезна у всех кого повышенное давление сердечно-сосудистые заболевания не злоупотребляйте овсянкой трижды в неделю будет достаточно это вам поможет снизить риск атеросклероза гипертонии инсульта инфаркта в шесть раз полезные вещества повышает эластичность сосудов уменьшает атеросклеротические бляшки и дорогие друзья овсянка действительно в последнее время вызывает тревогу и сомнения у диетологов и у врачей поэтому эта проблема глютена которая в последнее время очень распространена и к нему пристальное такое внимание поэтому совсем отказываться может быть я вам не рекомендую но уменьшить количество овсянки имеет место бы спасибо что вы были со мной просматривайте плейлист вред и польза продукты вы будете удивлены в чем-то может быть шокированы но пожалуйста примите к сведению научные исследования о вашем у нашем здоровье который действительно будет помогать вам в программе самоисцеление подписывайтесь на мой канал будьте здоровы благополучны колокольчик оповестит вас о том что выходят новые видео на канале домашний очаг с мариной и если вы в программе самоисцеление я вам очень рекомендую просмотреть плейлист вот трава где вы найдете и пользу трава но и противопоказания будьте здоровы благополучны успешны до встречи на канале домашний очаг с мариной и каждый понедельник и четверг у меня проходят стримы тесты в прямой трансляции колокольчик оповестит вас о встрече со мной в прямом эфире а и и и и и и